Всем привет, с вами Ольга, проект Америка для успешных. Сегодня Александр Хвастович получает свой сертификат на гражданство, он не смог прийти, он придет позже, поэтому пока что буду вам снимать и показывать все я. Сегодня у нас проходит конференция UTGEM по развитию американского и украинского бизнеса и различных информационных технологий. Сейчас я встретила очаровательную девушку в такой красивой вышиваночке. Как вас зовут? Меня зовут Юлия Козеева, я являюсь бизнес-девелопмент менеджером в компании «Вайдел» в городе Харьков. Сейчас нам Юля покажет презентацию в компании. Пойдемте! Наш стенд находится в экспозоне, у нас стенд номер один. И мы сегодня представляем всю мощь украинского IT-девелопмента у нас на стенде. Вот, у нас есть специальный девайс, который предсказывает будущее. Пожалуйста. Вот Юлечка, с Юлией мы знакомы. Привет! Привет! Можно? Нет, что там. А, так, вот это значит ваша... Да, это наш стенд, который демонстрирует основные аспекты, основные ценности компании «Вайдел». Мы передали его немножко в шуточной игровой форме, с эмоциональным колоритом. Юлечка, ну вы нам переводите, а то у нас люди, русскоговорящие, смотрят. Некоторые английского не знают, возможно, не поймут, что здесь написано. Гостеприимство. Крепкая, крепко-дружная команда. Мы делаем акцесс на то, что мы всегда договоренности. Мы всегда очень быстро даем ответы своим клиентам. Мы быстро реагируем. Мы заинтересованы в продолжительных отношениях с клиентом. Мы заинтересованы в его росте. У нас собраны наилучшие таланты разработчиков. Мы занимаемся поддержкой стартапов. Мы предоставляем высочайшее качество. Мы делаем проекты, которые эффективные. И мы занимаемся высоконабруженными проектами с поддержкой большого количества пользователей. И что у вас за девайсы, что вы конкретно делаете? Да, у нас есть сегодня шапка, которая подсказывает будущее. То есть мы надеваем эту шапку. И можно немного погадать. Я думаю, это возможно будет сделать, когда мы, скажем так, приведем человека, который будет к этому готов. Я обязательно вас приглашу, и мы покажем им все это на деле. Еще что бы что хотелось бы рассказать о компании FaiDeal. Компании FaiDeal в этом году уже 7 плюс лет. Мы такие уже довольно-таки крепенькие. У нас самый лучший разработчик. Мы занимались проектами, которые сейчас... Например, проект, который сейчас работает на Нью-Йоркской Stock Exchange, Нью-Йоркской бирже. В свое время это был стартап, сейчас проект, который зарабатывает огромную сумму денег. Система, которая за доли секунды угадывает и автоматически подсказывает брокеру, приобретать или не приобретать акции. Вот так вот. Еще у нас вот такое маленькое мерзкое событие. 16 сентября, да мы буквально, вот, мы взяли из Украины. Вышел в релиз наш новый проект, который называется Fusel, Fusel.com. Этот проект немного напоминает Search Engine Google. И он работает по следующему принципу. Есть RSS-рассылки, newsletter-рассылки. Вот он сканит и подбирает информацию на апдейты по newsletters and RSS-финс. Собственно, вот такие вот у нас маленькие приятные события в этом сентябре. Здорово. Ну, я вас поздравляю. Разве делали хорошего. Спасибо вам большое. Я вас приглашаю в Харьков к нам в офис Вайдел. Мы всегда будем рады с вами встретиться. Ищите нас по адресу www.videal.com. Хорошо. Можно ваши визиточки? Мои визиточки, пожалуйста, конечно. Машина по-русски. Снимем. Окей. Спасибо. Здравствуйте. С нами Андрей. Здравствуйте. Да, я технический директор Вайдел. Что вам рассказывать? Могу ответить на любые ваши вопросы. Вы чем занимаетесь? Ну, сейчас, сейчас. Мы показываем для русскоговорящих, живущих в Америке и для всех, кто в СНГ. Что можете как-то прорекламировать свою компанию. Наша компания занимается разработкой высоконагруженных приложений. То есть, это такие сервера, у которых огромное количество пользователей. Кроме этого, мы занимаемся разработкой мобильных приложений, веб-решений и различных бизнес-решений. В нашей компании 40 человек. И замечательное портфолио, которое наши девочки вам с удовольствием расскажут. Среди тех проектов компании из Соединенных Штатов, из Европы, из России. И вы, вот, 40 человек справляетесь? Замечательно справляемся. У нас особенность нашей компании, что мы стараемся пронимать на работу только лучших специалистов, каждый из которых специализируется в нескольких областях. Скажите, а как вы проводите набор сотрудников? То есть, вы как-то из университетов, из каких-то конкурсов, возможно, победителей. Понимаете, у нас фишка в том, что мы берем специалистов, которых опыт 8 плюс лет. То есть, это ребята, которые уже не первый год работают в области IT. Они уже являются такими сильными профессионалами. И за счет этого также мы достигаем тех результатов, которых мы достигаем. То есть, мы имеем возможность и сразу несколько проектов. Это долгие, это сложные проекты. И, естественно, это качественные проекты. Ребятам всегда очень интересно проходить у нас собеседование, потому что отбор довольно серьезно продолжает. Сколько по времени у вас длится собеседование? Ну, наверное, в среднем 2 часа, но бывали разные варианты. Когда было и 6 часов, в случае, если кандидат был очень интересный, очень много знал. Ребята все, они учились и работали до этого в Украине? Или есть такие, кто с каким-то иностранным опытом работы, и он почувствовал, что он нужен Украине, и вернулся, и решил работать с вами? Ну, ребята, в основном, конечно же, и в Украине. Скажи, если это виртуально, то есть слабо. Некоторые люди, наверное, с Ростова же. Путемши проходили, возможно, где-то. Какие-то стажировки где-то, возможно, проходили, да? Да, да, да. У нас постоянно, у нас ребята, да, у нас постоянно ребята здесь на каких-то программах подшают свой уровень квалификации. И, то есть, не только в своем направлении, они осваивают еще какие-то, подхватывают новые тенденции и осваивают новые-новые направления для того, чтобы быть в тресте. Поэтому сегодня мы здесь в США, в Сан-Франциско, она есть DJM, и мы представляем нашу компанию, к очень мощную аутсорсинговую компанию. Здесь мы можем сделать проекты не хуже, чем американские ребята, не хуже, чем американские девелоперы. Мы можем сделать это более выгодно, то есть за меньшую плату. А уровень будет тот же, очень высокий уровень. Или даже лучший уровень. Да, соответственно, Андрей прав. У нас есть специалисты, которые могут сделать очень качественный продукт. То есть, конечно, не каждому заказчику нужно делать продукт с очень высоким качеством, поскольку многие стартапы требуют сделать просто что-нибудь. Но так или иначе, есть специалисты, которые могут сделать продукт, которому будет рано. Какого результата вы ожидаете в сегодняшней презентации своей компании? Мы хотим использовать наш IT-потенциал для работы и сотрудничества с американскими заказчиками. Потому что мы понимаем, что в Америке очень много идей, очень много идей для стартапов. Им нужны руки, им нужны мозги. Вот сегодня мы представляем наши IT-мозги украинские здесь, в Америке. Для того, чтобы показать, что мы можем сделать, мы сделаем. Хорошо. Вы здесь только выступаете? На этой конференции или, возможно, где-то еще будете? Планируем. Мы постоянно ездим по конференциям, потому что мы работаем, знаете, люди для людей. Все, что делает, какой проект, который делается, это делается людьми и это делается для людей. Поэтому контакт, он должен быть не только, знаете, через Skype, через Facebook, LinkedIn. Контакт должен быть face-to-face. То есть мы должны посмотреть друг в друга глаза, мы должны почувствовать друг друга. И таким образом, мы уже на основании вот этого тикотения, вот этой химии, мы же сливаем проекты. И он абсолютно, там, вот успешным, это вас уверяет. Хорошо. Да, такие иди. Удачи вам. Спасибо большое. Очень приятно видеть людей, которые приезжают из Украины и пытаются наладить какой-то международный бизнес. В то же время сохраняют свою аутентичность. Можете видеть, что Юля и Андрей такие вышиванка. Здесь также есть такие немножечко американские, немножко украинские продукты. Расскажите, это вы гостей так угощаете? Да, мы угощаем гостей, мы приветствуем. Кока-колу не стали мы с тобой везти, конечно, но зато у нас здесь много традиционных напитков. Видите, у нас украинские спиртные напитки, самые лучшие. И мы миксуем это с американской колой. Это некое такое объединение connection. Хотите попробовать? Да. И конфетки у вас, и конфетки Рошен. Знаете, да, наш президент Порошенко, вот, это его фабрика. Мы поддерживаем это все патриотично. Конфетки Рошен. У нас даже конфетки правильные в отцеле. Добренькие. А стаканчики синенькие. Все-таки стаканчики синенькие. Отлично. Гости от вас уйдут за вольные или уползут. Да, я думаю, они утанцуют просто. Главное, чтобы они вам какие-то еще контракты подтанцевали. Я думаю, все у нас получится. Украина, все у нас получится. Еще один момент. Я попросила у Юли визиточку их компании. Здесь такая визиточка с сюрпризом. Да, посмотрите, у нас такая визиточка необычная. Она раскрывает, говорит, чем мы занимаемся. Что мы можем признать вам development team, то есть команду разработчиков. И что мы видим, когда открываем? Вуаля! Мы видим достаточную сумму в 5 гривен, которая вам необходима. Если вы прилетаете к нам в Харьков, с помощью 5 гривен вы можете добраться без проблем к нашему офису. Здесь также содержится необходимая информация о нашем городе, о жилье, о том, что Харьков, знаете, является студенческим городом, и это научный центр. Здесь перечислены некоторые наши достопримечательности, также согласована стоимость на билеты из Сан-Франциска в Киев и обратно из Нью-Йорка в Харьков и обратно. Вот здесь вы можете найти стоимость проезда на метро, стоимость проезда на общественном транспорте, другом. О ночной жизни города Харькова, что у нас более 20 ночных клубов, очень классных. Вот, о том, что у нас бизнес-ланч стоит всего лишь 5 долларов, то есть, опять же, те организации, которые у нас в Харькове находятся, то есть, это офисы Гугла и Самсунга. Ну и также упоминание о том, что в 2012 году город Харьков принимал Евро-2012. Вот, очень много интересного осталось, много впечатлений. Собственно, Харьков показал себя с той стороны, что очень достеприменные люди и к нам возвращаются и возвращаются. Поэтому, добро пожаловать в Харьков, компанию Videl. Так, всем привет, с вами Хвастович Александр и мы сегодня с Videl. 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 Это новейшая разработка, она практически секретная, но только... Самая новая. Да, но исключительно для ваших зрителей. Мы продемонстрируем, как она работает. Ага. Значит, теперь мы должны расслабиться. Так, погромче. Расслабляемся. Надо расслабиться. Надеваем специальный мыслечитающий девайс на голову. А это казакская шапка или шапка Деда Мороза, я чуть понять не могу, как это сделать. Ну, вы можете посмотреть на нашем стенде заказательство того, что это казакская шапка. Так Дед Мороз был казак. А кто нас сомневался? Так, я сомневался. Все, еще расслабляется? Расслабляемся. А теперь представляем что-то хорошее. Бункт первым мы просто проверяем, как работает устройство. Представляем что-то приятное. Так, девушка сидит, расслабляется, представляет что-то приятное, а вы нажимаете... Мы проверяем устройство. И мы видим, о чем думает. О собачке. Наша специальная думает о природе. О природе. О природе, о нежных отношениях, о гармонии. Тут вообще просто гармоничная личность. Гармоничная, окей. Так, дальше что? И теперь мы переходим к важной ключевой фазе эксперимента. Которая демонстрирует нам, как это называется... Вот можете показать wish, meet or potential. Ага. То есть основное предназначение данного девайса, это показать, что человек ожидает, что ему принесет успех, и на что стоит обратить внимание. Итак, расслабьтесь. Приготовьте технологии для роста... Вашей клиенту. То есть в ближайший момент ваши клиенты, ваши партнеры, люди, которые вас окружают, их количество будет расти и выключается. И вам нужно для этого... Подготовить технологии. Подготовить технологии, да. Например, зарегистрироваться в инстаграм. Виктор, что скажете, вы бы вложились в такой стартап? Это шутка такая была, что... Не-не-не... Шутки в сторону. Действительно серьезный проект. Фантастика. Замечательно. А можно показать, где там находится чип в этой шапке, которая читает мысли? Конечно, нельзя. Это же есть... Засекретчено, да? Это же есть самый главный секретный момент. Ясно. Хорошо, спасибо большое. Очень весело. Я приму совет. Буду готовить технологии, готовиться встречать новых клиентов. Инстаграма уже завела? Инстаграма уже просто вся готова принимать новых клиентов. Заговорились.